Примерно в 120 даэн, киемерийцы, кимвры, вместе с тефтонами и амбронами двинулись на юг и в районе долины Дуная вступили в контакт с римлянами. Одержав в 113 даэн победу над римлянами при Нарее в Норике, кимвры прошли затем на север в Галлию, где нанесли римлянам ряд поражений в 109, 107 и, самое тяжелое, при Араузионе в 105. В Испании, однако, они получили отпор от местных племен, кельтиберов. В 102 даэн, кимвры двинулись на Рим, но в 101 даэн. Были разгромлены в сражении приверцелых войсками римского полководца Гая Мария, так же, как за год до этого были разбиты племена тефтонов. 47-го года даэн и, князь Аорсофантов Хиспадин, спадин, союзник Фарнака II Боспорского. Во время войны в 47-м году даэн командовал армией Аорсоф численностью в 200 тысяч всадников. 49-го года энэн, князь Аорсофантов Эвнон, будучи союзником Котиса Боспорского, заключил союз с Римом, одолел Зорсина-Сурат-Кнеса и принял капитуляцию Митридата-8. А передав его в Рим гарантировал ему жизнь. Эвнон отправляет к цезарю послов и письмо, в котором говорилось так. Начало дружбы между римскими императорами и царями великих народов кладется схожестью занимаемого ими, высокого положения, но его с Клавдием связывает и совместно одержанная победа. Исход войны только тогда бывает истинно славным, когда она завершается великодушием к побежденным, так и они ничего не отняли у поверженного ими Зорсина. Что касается Митридата, заслужившего более суровое обхождение, то он, Эвнон, просит не о сохранении за ним власти и царства, но только о том, чтобы его не заставили следовать за колесницей Триумфатора и он не поплатил со своей головой. 80 годы Приграничные столкновения войск Сарматии, Дакии и Римской империи В апреле 92 года Домициан вероломно напал на владение сарматов, нанес им поражение и в январе 93 года вернулся в Рим. В 98 году римское посольство во главе с Марком Ульпием Примом вело переговоры с Савраматом Айпа, поддержки Рима в будущей войне с Даками. Саврамат Ай не дал войска для римской оккупации Дакии, но стремился сохранить дружественные отношения с Римом. В 100 году царь Даков де Цебал отправил посольство к Саврамату Ай с предложением союза и войны с римлянами, но царь Боспора медлил с ответом. 101-102 годы антиримский союз с Усага Эроскаланского, Дикибала Дакийского и Покора Парфянского. Упомянут плением младшим в письме к римскому императору Трояну. В 101-105 годах он все-таки предоставил помощь воюющим с римлянами Даком, послав продовольствие. Тогда император Троян перевел в Херсонес Таврический и Троизмис II когорту Лукинсиев, усилив гарнизон Центурии Беканов. 100-118 годы оуплата римлянами незначительной компенсации Сусагу, Эроспаспентаму и Эроспараган за урон Эроскаланским владением и родичам, нанесенный римлянами в ходе агрессии против народа гетов. 131-138 треугольник политических интриг между Римиталком, Адрианом и Распарганом. Римиталк был мужем киевической княжны. 131-154 Римиталкай про христиан сказал следующее, «Мы дети Божии и верны Богам нашим. Они жадно едят плоть Бога своего, смотрите же, чтобы они не обернулись за плотью вашей». В 136-м году Римиталкай помог римлянам в войне с Аланами, которые напали на провинции Каппадокию и Азию. Благодаря этому во времена правления римского императора Адриана Боспор пользовался поддержкой римляны, сохранил внутреннюю независимость. Аланы участвовали в маркоманских войнах с Римом 168-175 и 178-180 годы, в походах готов на Римскую империю во второй половине три века, служили в римской коннице как наемники. Полагают, что часть кимвров из Ютландии около 180-го года направилась вдоль побережья Балтийского моря на восток, в район, который позднее стал Пруссией. В 192-193 годах Саврамат-2 разгромил восставшие династии Сираков по реке Ахарт, нынешняя Кубань, и починил их своей власти, как и Тавроскиф, а черноморских пиратов разгромил и уничтожил. Противостоял Аланам и Рскаланам. В 193-194 году царь Боспора заключил с римлянами договор о разделе «Таврики» между Римской империей и Боспорским царством. Юго-западную часть Крымского полуострова заняли римляне от реки Альма и реки Салуста до Херсонеса с удобными стоянками кораблей в Лампаде и Хараксе, ныне Айтодор. Саврамат-2 начал восстанавливать Феодосию. В 174-175-210-211 годах Саврамат активно реконструировал сооружение и укрепление Боспора. К 190-220 годам относится внутренний конфликт в Аорской державе, который был вызван противостояние консервативной партии Аорских против политики Союза с Римом, которая началась с Сывнона. Особо важную роль в этом изломе определило то, что к тому времени уже не было вариантов кроме как или стать союзником Рима или попытаться перехватить у Роксарианской династии первенства в возглавлении коалиции против него. Так Аорсия превратилась в Анскую державу, где власть князя несколько ограничила могучие вещи, в первую очередь в вопросах местного самоуправления, несмотря на то, что была провозглашена Анская идеология. Антия тех времен стала президентско-парламентской наследственной монархией. В 218-219 годах Саврамат вел успешные войны против оландских династий, показывая зубы даже Эроскаланам Подданные Эроскалан захватывали Фанагорию, но Саврамат или уже Рескупорит-3, отбили атаку и повергли врагов. В 221 году в портовом городе на Черном море под названием Амастрис, сегодня Амасра, была заложена почетная надпись, посвященная Рескупориду-3. Надпись описывает царя как Царь Боспора и окрестных этносов народов, Филаромий, друг римлян, и Филалин, друг греков. 224 лет Ардашир Айсен Папака, внук Сосана разбил парфянского царя Артабана Ви и основал государство Сосанидов. Это совпало с нивелированием курса на сближение с Римом, который некоторое время был в Аорском государстве и превращение Арсии в Антию. При Ардашире Аи-Шапури Айк-Ирану были присоединены обширные области. В три веки в государстве Сосанидов еще сохранялись автономные, царства, Систан, Керман, Мерв и Дер, и города типа полисов. Победы Сосанидов над Римом укрепили их государство и привели к усилению центральных властей Шахиншаха. Уже при образовании государства Сосаниды опирались на иранское жречество, звезда Астризм. В 228 год погибли при неизвестных обстоятельствах Рескупород-3 и Римиталк-2 Рескупорид-Ктист-Гаэт. В 233 году следующие два боспорских царя-соправителя Котис-3 и Саврамат-3 Хенадзек погибли, при неизвестных обстоятельствах. 235 во царений на Боспоре и Нинтимахаса, и Нинтимея, имевшего боспоросарматское происхождение. Между 238 и 240 годами войска Боспора потерпели сокрушительное поражение аталанов, которые захватили степную часть Крыма и разорили Неаполь-Скифский. Скифская война Тревека, у греков, и Леготская война, в римских источниках, Кей. 238-271 годы войны Римской империи с коалицией славян, совершавших набеги на Малую Азию, Грецию, Фракию и Мезию из регионов Северного Причерноморья и Прикарпатия. В походах участвовали готы, герулы, элуры, эллиры, беглые эллирийцы, родичи эльмерцев-эльменьцев, гипиды, ягуншти, вандалы, астринги, тайфалы, докейцы, карпы, пивкины, бастарны, бараны, и уругунды, и другие. Иногда они собирательно называются миотийцами, ввиду того, что осуществляли походы с миотидой и боспора. Это происходило во времена правления Рескупориды Винобоспоре. В житии Георгия Амастридского упомянут морском походе росов против Амастриды, который во многом повторял события Готской войны. Тогда же Византийской. Император Феофил отправил в Хазарский Каганат своих архитекторов для построения новых укреплений для Саркела. Около 244 года по приказу римского императора Филиппа Ай было осуществлено вывод римских войск и ставрики для усиления дунайских легионов. В конце 240-х лет владения Рескупоридови были атакованы Готами, Герулами и Баранами. 240-265-х годах правления царя Эроскалания Эроспаргана-3, ведущего политику на сближение Эроскаланской династии, Анской державы, Боспора, а также Агафирсов, Аландской и Языкской династий. Вероятно, именно он разрешил беглым гетам создать свою державу на землях славян около 240-250 годов, в любом случае она возникла до 250 года и до 255 года заключила союз став сателлитом и тенью Анской державы. Основателем гетской державы стал Германарих, который ею и правил. В 251 году геты разрушили до основания Горгипию, Алана захватили и разорили Танаис. Ваны, Ванаквисль и Ванахейм — это Танаиты, Танаис-река и Танаис-город. Именно с... Разрушение Танаиса начинается история, описанная в саге о тенглингах. Инглинги произошли от княжеского ядра сираков, совместившегося с асами, языгами. И далее ванами, танаитами. Разрушение Танаиса вошло в прорицание вельвы как видение разрушения стен. Асгарда Для укрепления стабильности в державе Рескупорит Вив в 252 или 253 году сделал старшего сына Фарсанза своим соправителем. Учитывая, что Рим урезал до предела финансирования и военную поддержку Боспор, Боспор должен был пасть под натиском сарматских армий и терзаемые готскими ватагами. Фарсанз избрал политику вне противления, а симбиоза с сарматами и гитами. 254 году, Исингис стал вторым соправителем вместе с их отцом в 258 году и правил вместе со своим отцом как боспорский царь примерно до 276 года. Заключил союз с сарматами и герулами против Рима, активно помогая флотам в нападениях на побережье Римской империи. В 250-260-х годах царей Эроскалан, Эроспарган-3 и Боспора, Фарианг-Селестхеликс-Катар, осуществили первые походы, скифской войны, на римские владения в Малой Азии. Греко-римские источники назвали их баранами, греч. Или вородами, отчего и произошло позднее слово «варяг». 257 года, Энн, Эгеты подчиняют былое скифское царство в Крыму, частично вытесняют скифов-скиров в Европу, а частично ассимилируют и тех, кто остался. В 256 году Боспор заключил союз с Санскоготской союзной державой Аума-Энте, по которому славяне и готы смогли использовать боспорский флот для нападения на Балканские и Малоазийские области, Римской империи. Историк Зосима сообщает, что северные народы, взяв у боспорцев корабли, напали на Петюнд, город в оккупированной римлянами Колхиде, ограбили его и вернулись обратно. В дальнейшем на боспорских и славянских кораблях славяне и готы осуществили походы в 257, 258, 262, 264, 266, 270, 275 годах. Князем Готов тогда был Книваун-Наал, всеобъединитель, в 250, 271 годах. Князем Анской державы тогда был Волдраган-Сурмеин в 265, 289 годах. В 257 году отряды Готов достигли Восточного Крыма и, частично разграбив Боспорское царство, Пантикопей и Немфей, и захватив флот, отправились к берегам Малой Азии. Этим они уничтожили Скифское царство с центром в Крыму. Весной 258 года Днестровская антоготская флотилия достигла Босфора и разграбила Халкидон и Никею. В 258 году Рискупорит сделал своего второго сына Сингеса, Синегаста, Синеуса-Боспорского, новым соправителем, который фактически сменил отца в руководстве Боспаром. Но вскоре в 261 году Рискупорит Ви вернулся к частичному управлению для сдерживания германцев. Возможно повлиял на неудачи последних во время похода в 267 году. Впрочем, после поражения Боспарян во главе с Хидазбием зятем, или сыном, Рискупорита в 267 году от Герулов, в частности уничтожены важные города Илурат и Немфей, Рискупорит Ви снова вынужден был отойти от фактической власти. Видимо, именно вследствие всех этих событий Рискупорит VI Саврамат покинул Боспор и примкнул со своим воинством к сарматским воинствам. А позднее стал предком династии тиверийцев и чешских паэрамысловичей, пржамысловичей. В 260 году после пленения персами императора Валериана Римская империя оказалась расколота на удельные владения правителей, каждый из которых именовал себя императором. В Риме сидел сын Валериана Галиен. В 269 столкновение готов с армией римского императора около города Ниша, Сербия. Аврелиан вынужден оставить Дакию. В 262 году нападению подверглась Фракия. В 267 году, выйдя из устья Дона, готский флот достиг Каринфа и Афин. В 267 году произошла война Герулов и Лиров против Боспора, в которой боспорцы потерпели поражение. Это вынудило Сингеса и Рескупориды Ви, которые, по мнению исследователей, убежали в азиатскую часть царства, уступить власть Хидозбию, которого поддерживали сарматы и уважали готы, которые тогда имели влияние в Северном Причерноморье. К 267-268 годам относят найденную надпись Хидозбия, в котором говорится о морском походе против Римской империи. В 271 император Аврелиан разгромил готов в их землях. В 272 году Хидозбий был свергнут Рескупоридом Ви и Сингесом, вследствие ослабления союзников первого, готов, которые в то время потерпели поражение от римского императора Аврелиана. Кризис Три века, также военная анархия или имперский кризис, 235-284, период римской истории, в течение которого Римская империя едва не потерпела крах под общим давлением многочисленных гражданских войн, экономической и социальной нестабильности, а также вторжений на ее территорию внешних врагов. Кризис начался с убийства последнего представителя династии Северов, императора Александра Севера, его собственными войсками в 235 году. Это положило начало 50-летнему периоду, в течение которого на титул императора было по меньшей мере 26 претендентов. В основном они были командующими римского войска и приходили к власти по инициативе своих солдат, поэтому современными историками эти императоры называются «солдатскими». В 251 году в битве при Абрите были убиты тогдашние императоры Деция и Герения Этруска, что стало первым случаем гибели императоров от рук внешнего врага. А в 260 году в битве при Эдосе персами было взято в плен императора Валериана, вскоре погибшего в нем. К 268 году империя фактически распалась на три независимых государства – Гальскую империю, Галлия, Британия и Испания, Пальмирское царство, Сирия-Палестинская и Египет, и собственно Римскую империю. Однако впоследствии император Аврелиан на протяжении нескольких лет воссоединил империю. Кризис окончательно закончился приходом к власти Диоклетиана в 284 году и осуществлением. Им ряда реформ, в частности, введения Тетрахии, власти четырех. В три-четыре веки готы принимают арианское христианство и обретают собственную письменность, готский алфавит, изобретенный епископом Вульфилой, который перевел на готские библейские тексты, Серебряный кодекс. На время жизни Вульфилы уже было достаточно много готов христиан, а это значит, что христианство начало распространяться чуть ранее его деятельности. Истории известен также об Лабий, также об Лавий, Лат. Эйблий Вирс, Эйблий Бирс, первый известный историк готов, деятельность которого относится ко временам после Гермонариха, но ранее и Ордана. Да и надеордановским переводом Библии занималась целая группа переводчиков под руководством Вульфилы. А значит, вероятным крестителем готов можно считать Гермонариха, и это же принять за отсчет славяно-готского конфликта. В три веки готы вытеснили римлян из Дакии, нынешняя Румыния, тогда же произошло разделение готов на западных, вестготы, и восточных, астготы. Около 275 года варанги разгромили римские силы в Малой Азии, пересекли Босфор и вырвались на просторы Игейского моря. Античные авторы сообщают о 500 кораблях варанского воинства Босфора. Взяли штурмом Византии, будущий Константинополь, на следующий день захватили крупнейший город Вифинии, Кизик. В 276 году, во время или уже после смерти Рескупари де Ви, Тейронай выступил против готов Илья Раскалан, которым нанес серьезное поражение. О месте и ходе битвы ничего не известно, наверное, их было две, морская, возле побережья Крыма, другая, на суше. Считается, что с этого времени угроза со стороны варваров для Босфорского царства значительно уменьшилась. Это также было связано с преодолением кризиса в Римской империи во времена императора Аврелиана, Тацита и Проба, который нанес германцам ряд тяжелых поражений. Снова Хидосби стал царем в 278 или 279 году вследствие Интрикеле, победы в битве над царем Тейраномай восстановил антиримскую политику. 279 года римляне переселили около 8 тысяч воителей бастарнов, восточная часть Белых Хорват, в Мизию и Фракию, чтобы они там служили империи. Римляне стали использовать сих воителей практически как рабов, что и привело к восстанию против римлян Аврелия Проба. Это восстание охватило также Рецию и Норик, восставших славян возглавили Аврелий Карус, в результате чего Аврелий Проб покинул этот мир, а Карус стал римским императором, правившим целый год 282-283. Далее часть славян из сего региона, Крапины, под руководством князя Чеха ушла на север. Где 11 лет служил богемским князем, после чего и ввиду их ухода, сам стал там править. Имя Каруса и Чеха в легендах западных славян смешались с более древними сказаниями, наложившись на древнего щека Оревича и Русовиевича. Так Сармат, долгое время воевавший против Сарматов, побеждавший персов и германцев для Рима, стал римским императором. В 285 или 286 году вследствие недовольства проримски настроенных боспорцев, которые призвали Савраматы IV и Фафорса, которые при неизвестных обстоятельствах сместили Хидозбия и стали новыми царями Боспора, продолжая консервативную политику династия Тибериев-Юлиев. 291-293 годы война римлян и херсонеситов против Боспора, Фафорс собрал гетто сарматских союзников и выступил против Рима. Войско Фафорса дошло до реки Галис, современная Турция, где встретилась с римлянами. Фафорс потерпел поражение, после чего его власть была ограничена. К концу своего правления Фафорс организовал восстание против Римской империи, которое было задушено в зародыши римской армией и херсонескими коллаборантами. Гражданские войны Тетрархии – серия гражданских войн в Римской империи на протяжении 306-324 годов. Поводом для разгорающегося конфликта стал кризис в системе подражания власти, вызванный добровольным отречением от престола императоров Диоклетиана и Максимиана. Как следствие, в течение последующих лет не менее восьми человек считали себя императорами. В конце концов окончательную победу в этих войнах одержал Константин Великий, став первым за 38 лет единоличным правителем Римской империи. В 325 году боспорский епископ Кадм участвовал в Никейском соборе, в Боспоре было несколько ранехристианских общин. В 341 или 342 года Германарих победил боспорское войско, захватив Пантикопей. В этой войне погибли или были казнены Рескупорит-6 и Савраматви. Почти весь Крым, кроме Крайнего Южного Берега, оккупированного римлянами, перешел во владение астготов около 342 года. Несмотря на точечные очаги сопротивления боспарян-патриотов и союзных имраксарьян. В 344 и 358 году епископы боспорского царства участвовали в других, церковных соборах. Монетная чеканка после 341 года не велась. Но государственность и царская власть продолжали существовать. Церковной историей Ермия Созомина упоминается боспорский епископ Ульфила, участвовавший в некомедийском поместном соборе в 344 и 358 годах. Около 350 годов христианский епископ окончательно утверждается в Пантикопее. 364-378. Во времена императора Валента два гунны напали на владение готов. 367-369. Походы на готов императора восточной части Римской империи Валента за Дунай в 367 и 369 годах. Готская война 367-369. Около 370-375 годах Эроскаланская династия, известная в рекоримских исторических источниках как гунны или скифы, освободили боспор и крымский полуостров от готского владычества. Крайне ослабив и ромейское присутствие, но не изгнав их из Херсонеса. 376 год. Вестготы, которые занимали часть Дакии в течение 150 лет, под давлением гуннов просят у римлян разрешение пересечь Нижний Дунай. Разрешение предоставлено. 377-378. Аланы с союзниками в Мезии. Около 375 г. Винитарии распинают Буса. Анская держава Буса переходит под власть Велимира из Эроскаланской династии, чем и ложится основание существования гуннской империи. Между 370 и 380 годами гунны громят Астготов, а перед тем, сослов и Ордана, перейдя Меотиду, подчиняют себе Аланов. 378. Вторжение во Фракию готов и других народов, включая Тайфалов и Карпов, восставших против недовольства римских властей, но особенно из-за голода. В 378 годы разбивают армию римского императора Валента-2 при Адрианополе. Адрианопольская битва, 9 августа 378 года, битва между Готами, преимущественно племенами Тервингов, Гритунгов, о которых сообщает Амиан Марцелин, и которые, по мнению большинства исследователей, являются Вестготами и Астготами и Ордана, Аланами и другими народами во главе с одной стороны и римским войском во главе с императором Валентом с другой, в римской провинции Фракия, в 13 километров севернее Адрианополя. Римлян был полностью разбит, погибла почти вся армия и сам император. Адрианопольская битва считается одной из поворотных, изменившей баланс сил в пользу германцев. Она часто считается предвестником падения римской империи. 378 Аланы на Грациане в Панонии 379 Феодосий побеждает Аланов и других варваров 380 Аланы в римской армии 383-4 Аланы на Ютунгах в Реции 390 Морской поход 3 металка 3 Рескупорида против Ромеев 394 Аланы под руководством Саула сообщники Феодосия в гражданских войнах 395 Рождение Аттилы, царя Гуннов 398 Вспомогательные отряды Аланов в Северной Италии 400, захват и казнь готского генерала Гайнаса главой Гунна Фульдином 401-410 Аланы сообщники визитов Алариха в Северной Италии 402 Аланы под руководством Саула сообщники Стелехона против Алариха 405 Аланы подельники Стелехона против Остроготов Радагайса Королевство Аланов в Испании 406 Аланы делятся на две группы у Аланы Респендиала и Аланы Гаара 406-407 Аланы Респендиала вместе со свавами, свебами, швабами и вандалами в Галлии Осенью 409 года Аланы в союзе с вандалами и свебами вторглись в Римскую Испанию современный Пиренейский полуостров, пройдя через Галлию, современную Францию В 410 король визитготов Аларих разрушает Рим В 412 визитготов вторгаются в Галлию В 414 визитготов в союзе с Аланами вторгаются в Испанию Последний кризис Рима В 410 году визитготов захватили Рим, а 4 сентября 476 года последний император Западной Римской империи Ромул Август Отрекся от престола Таким образом завершилось многовиковое господство Рима Исследование берет свое начало с работы английского историка Эдварда Гиббона 1776 История упадка и падения Римской империи Англ The History of the Decline and Foul of the Roman Empire 416-418 Алана Визиготская война Смерть царя Элан Аддака, уничтожение Аландского, королевства Остатки Элан присоединились к вандалам Аздингам, в дальнейшем королевство вандалов и Элан В 418 визитготы отступают в Аквитанию, юго-западная Франция, и основывают там свое королевство 422-лжеимператор Феодосий II соглашается платить дань гуннам в обмен на мир 423-40 тысяч гуннов включены в римскую армию в качестве наемников 429-аланы и вандалы достигли Северной Африки Королевство вандалов и аланов в Северной Африке 430-восточная римская империя ежегодно платит гуннам дань в размере 113 килограммов золота 434-конец 453 года Свапарамагаксин из всех славян рус перед смертью назначает правителями племянников Аттилу и Бледа 434-армия и Феодосия II терпят поражение от гуннов в Афракии Наклонные черта влево гунны удваивают дань Рима 226 килограммов золота 435-моргусский договор 436-бургунды побеждены в Вормсе наемными гуннами Римской империи 440-в Волонсе Расселин Эллон с царем Самбидой До 442-х определенная группа Эллон расселена Аэцием в Трансальпийской Галлии 443-в августе озаключен первый «Мир Анатолия» с Восточной Римской империей Годы 443-447 Марцелин Комет описывает вторжение гуннов в Восточную Римскую империю и их походы в различные регионы Годская война, 535-554 годов, между Восточной Римской, Византийской империей и Астготским королевством Которое продолжалось с 535 до 554 года на Апенинах, Сардинии, Сицилии, Корсике и в Далмации Обычно в Годской войне выделяют два периода Первый период длился с 535 по 540 год и закончился падением столицы Астготского королевства Равенные и отвоеванием Италии Византией В течение второго периода, 540-541-553, Годское сопротивление активизировалось под руководством Татилы И было подавлено византийским полководцем Нарсесом Также отразившее вторжение франков и алиманов 554 года, только после длительной борьбы 445, смерть Бледа и Аттила становятся единственным вождем гуннов 447, в ответ на византийские происки гибридной войны, гунны во главе с Аттилой переходят Дунай, вторгаются в Афракию, Панонию и Мезию, наклонные черта влево вынуждают римлян платить дань в тройном размере 447-448, Аланы и Ахара Набагаудов в Британии, Арморике Остановленные с Германом В 450 году Умер король франков, а его наследники, два сына, обратились кто к римлянам, кто к гуннам В Риме поддержали младшего из братьев, основателя Мировинговой династии Мировинги не могли быть генетическими потомками Иисуса, но могли быть потомками Буса А Аттила поддержал старшего 451, Аттила, лидер гуннов, вторгается в римскую галлию, сэмэ галла римские владения 7 апреля 451 года гунны подожгли Мец 451, гунны предпочитают обходить Париж, христианская легенда приписывает это чудо святой Женевьеве 451, гунны терпят поражение перед Орлеаном из-за прибытия римской армии Аэция Христианская легенда приписывает это новое чудо епископу Сентября Иньяну Сентябрь, свершается каталаунская, Блиструа, битва народов, где Аттила одержал пирову победу Римская сторона, возглавляемая Аэцием при помощи франков и вестготов, проиграв, сочли своей победой то, что они лишили Аттилу значительной части войска 451, Аланы царя Сангибана были подельниками и Аэция в битве на каталаунских полях 452, гунны вторгаются в Италию и разграбляют несколько городов на севере Италии, включая Падую и Верону 452, первые города на сваях вокруг Венеции основаны римскими беженцами из Падуи и Аквилеи, спасавшимися от гуннов 453, визиготы покоряют Эллон Трансальпийской Галлии 453, смерть Аттилы, большинство германских и часть склавинских народов отказались от верности гуннам Начались процессы распада в среде самой империи, где кроме непосредственных сыновей Аттилы, свои права на ту или иную власть начали провозглашать и местные князья В 454 году Валентиниан убил Аэция 454, битва при Недаа, поражение гуннов, победа Алдарика, царя Гипидов 455, войны за престолонаследие, конец гуннской конфедерации в Европе 455, аланы в битве на реке Недаа Аланы царя Кандака, Скиры и Сагадарии получают малую скифию в Добрудже В марте 455 года Валентиниана III свергнул сенатор Петроний Максим В июне 455 года вандалы захватили Рим и подвергли его страшному погрому Западной Римской империи был нанесен смертельный удар Вандалы починили себе Сицилию, Сардинию и Корсику 2.15 июня 455 года, когда вандалы во главе с Гизерихом после длительной осады захватили Рим После восхождения на римский трон Петрония Максима его жена Евдоксия призвала Гизериха, короля вандалов и Аланов, осаждать Рим Слабый к тому времени город, еще избавившийся от императора, не смог долго сопротивляться и быстро показался Город был с невиданной жестокостью разграблен и разорен Вандалы грабили вечный город 14 дней, после чего отплыли в Карфаген Считается, что именно это событие дало начало термину «вандализм» Дочь Евдоксии Евдокия была выдана замуж за Гунериха, сына Гизериха В 457 году бургунды заняли бассейн Родана Создав самостоятельное Бургундское королевство 458 – вспомогательные отряды Аланов у Майориана В 457 – 461 годах, римский император Юлий Майориан предпринимал последнюю попытку укрепить государство Главные его усилия были ориентированы на внутренние дела страны Чтобы облегчить финансовые дела в провинциях, Майориан пытался упразднить их долги При его правлении укрепилось положение римлян в Галлии и Испании Мощь империи начала возрождаться Однако в 461 году Майориан был убит рецемером Начался ряд скорых смен императоров на троне, власть которых постепенно теряла даже внешние признаки Императоры стали полностью зависимы от воли варварских вождей, которым доверяли командование императорской стражей 4 сентября 476 германский вождь, командир гвардии Адаакр Отстранил от власти 16-летнего императора Ромула Августула, отослав его в свое имение В 463 вестготы возобновляют завоевание Испании 464 Алан и царя Биагора разбиты под Бергама Аланский полководец Воспар и Восстание в Иллирике В 477 году Гунирих сын Гейзериха муж Евдокии, римской принцессы, Евдоксиевой дочери наследовал королевство вандалов и Аланов 487-488 Аланы сообщники Скир против Ругов В 493 король Астготов Теодорих основывает королевство в Италии Хильперикай, король бургундов в 473-480 годах Сын Гундахара, Гунидара и брат Гундиоха Правил в Авьенской и Лубдунской провинциях Воевал совместно со своим братом Гундиохом, Гуннадаком, в Испании на стороне вестготского короля Теодориха II со свевами Имя Хильперик, близкое Боспорскому Рескупорит, в его поздней версии Рескупорик или Рескупорис Имя Хильперик можно попробовать интерпретировать как Галопород, то есть Галпороду, вероятно имевший законные родовые права гальской знати В 523-м годе королем вандалов стал сын Гундиоха и Евдокии Хильдер В то время как былая римская царица Евдоксия и ее дочь принцесса Плацидия через два года были отпущены в Константинополь 534 о уничтожении Велизарием королевства вандалов и Аланов Истребление и частичное порабожение потомков Гейзериха В 557-558 годах авары отправили первое посольство во главе с Кандихом в Византию и установили дипломатические отношения Союзный договор 557 года с византийским императором Юстинианом Ай После чего и началась их война с Хазарами, Савирами, Северянами, Болгар-Киевичем и Дулеба-Волынской фракцией В 562 году авары во главе с Баяном разгромили Антов и продвинулись в устье Дуная Откуда совершили ряд набегов на север, в том числе в районы расселения Дулебов В результате, как сообщал современник этих событий Иоанн Эфесский, авары усилились за счет покоренных народов В 565-566 годах авары, совершающие дальний военный поход в Тюрингию и Галлию, чтобы противостоять там католическим силам наступавшим на горло западных славян Как сообщает Григорий Турский, с помощью колдовства они разбивают войско франков и пленяют их короля Сегиберта Ай В 565 году император Юстин-2 прекратил выплату аварам даров, полагая, что Византия достаточно окрепла и не нуждается больше в услугах аварских федератов для борьбы с другими варварами В том же году авары нападали на Тюрингию и удачно воевали с франками, пленив их короля Сегиберта Ай В 567 году авары в союзе с Лангобардами побеждают крестный обломок династии Гипидов, который уже прогнулся под Византию и имел защиту Аварии их победили и овладевали долиной Тисы Через год, после ухода Лангобардов в Италию, авары, во главе со своим Каганом Баяном Ай, становятся хозяевами всего Задунавия, превращающегося в основной очаг их нападений на византийские владения В 568 году хан Баян Ай потребовал от византийского императора выплаты Дании, угрожая разорением его земель силами бывших союзников-кутригуров «Я таких людей пошлю на римскую землю, потери которых не будет для меня чувствительно, хотя бы они все погибли» В Вивеке цари местных династий Армении, Кавказской Албании и Иберии были заменены сосанецкими наместниками Во второй половине Вивека произошли восстания в Закавказье, в 571-572 годах, в Армении После начала моздокитского движения в конце Вивека в государстве произошли глубокие изменения в системе управления, социально-политической структуре и культуре При хосрове Аянуширване, правил в 531-579, часть старой знати оказалась в непосредственной экономической зависимости от государства и царя, а также возросла роль бюрократического аппарата и чиновничества С начала шесть века происходили войны с Византией, проходившие с переменным успехом В 558-568 годах сосаниды разгромили эфтолитов и включили в состав государства ряд областей в Афганистане и Средней Азии Около 570 года был завоеван Йемен Около 589 года были разгромлены вторгшиеся в государства тюрки Длительная война с Византией привела к истощению материальных ресурсов государства Это, а также резкое увеличение налогов взорвали политическое и экономическое могущество государства сосанидов В 578 году, по призыву императора Византии Тиберия-2, аварский Каган Баян при содействии имперского военачальника Иоанна переправился через реку Савва в Иллирике, чтобы произвести военные действия против славян По данным Минандра, Каган Баян переправил более 60 тысяч всадников в доспехах и разгромил отряды славян, основные вооруженные силы которых находились в походе на Грецию В 581 году авары и император Тиберий-2 заключают мирный договор на условиях выплаты Дани аварам в обмен ведения ими войны против славян для защиты Византии от их давления Поселившись на Среднем Дунае в Паннонии, авары основали государства, где заняли место военной аристократии Опираясь на Хринги, древесные крепости, они держали в ведении славянские племена, распространению которых в Далмацию, Иллирию и Фракию сами немало способствовали Впоследствии Баян Ай предложил славянам мирный договор в условиях Тиберия-2 и назначил им выплату ежегодной Дани Что было восстановлением выплат Дани, которую Ромеи платили за свои преступления в Дакии, но впоследствии после смерти Аттилы и начала усобицы перестали платить В 623 году западные славяне и идеологические потомки Склавинской конфедерации Ордариха, под предводительством благородного самовита-освободителя поднимают восстание против Авар и освободившись от их Власти возобновили существование отдельных западнославянских княжеств, самыми могущественными из которых стала Арконско-Ретринская Это государство стало самым Древним общепризнанным государством славян Она существовала на территории современных Чехии и Нижней Австрии, в 623-660, некоторые авторы называют 626-661 годы, на территории Маравов, Чехов, Лужичан, Харутан и Панонцев В 629-639 годах государство самовита вело войны с франкским королем Дагоберто Май, который был дважды бит, в частности, в Великом походе франков в 631 году под Воготисбургом, свершилось, когда славяне опустошали Тюрингию Успехи самовита в битвах против франков и угроза аваров, вероятно, способствовали миграционным процессам славян на юг Письменно подтвержденное участие сербов и их князя Дервана в битве с франками на стороне самовита, само, самона, также известного позже как Самослав В 627 году авары потерпели серьезное поражение от византийцев, повлекшие восстание болгар В 631 году авары разбили болгар В 628-632 сменилось около 10 царей Ирана, держава крайне ослабла, ввиду чего, при езде Геретри государства сасанидов стало легкой добычей арабского завоевания К 640 году хорваты вытеснили авар из Далмации Серьезным противником авар оказались франки, нанесшие по ним в 796 ощутимый удар В конце 797 года аварские послы присягнули на верность Карлу Великому В 802-811 годах территорию аварского каганата разделили между собой франки Карла Великого и булгары, хана Крума Под напором славян-карантанцев на авар в 811 году франки оказались вынужденными даже выступить в защиту своих бывших и уже ослабленных врагов авар 815 рождение Рюрика Яновича из западной династии Рутенрексов, но некоторые источники относят это событие к 810 году В 830-840 годы правил в Швеции, или ее части, войдя в легенды 841-873 упоминается во франк Хрон Как правитель части Фризии В 844 году Рерик с дядей, братом, были предательски схвачены и заключены в тюрьму, где Харальд скончался, по другим сведениям он прожил до 852 года Рерик бежал из заточения во владение Людовика Немецкого и после нескольких лет, проведенных в земле саксов, принялся опустошать пиратскими набегами северные берега лотаревой державы 846 года Рерик сжег дарестат почти на глазах лотаря, находившегося в Нивсвинге 845 после гибели гастомысла правил венецкой страной Ирюгеном В 845 году король Рерик, руководя союзными войсками Абадритов и Данов, разоряет Нордальбенгию и захватывает Хамабург, что упомянуто в кстантенских аналах 849 год, февраль, умирает каган Киевский Дарьян Славный, Дир Древний Перед смертью он назначил своим преемником Рюрика, к которому наследный принц Аскольд и привез все регалии власти киевского кагана в августе В 850 году Рерик при содействии своего двоюродного брата, возможно племянника, Готфреда Хоральцона собрал огромный форт в 350 дракаров для вторжения в Британию и отвоевал у Лотаря Дарестат и Утрехт По совету приближенных Лотарь пошел с ним на мир с условием, что Рерик будет ограждать северные земли Лотаря от набегов дачан Во время правления Рорика в Дарестаде и Утрехте там продолжала чеканиться монета с профилем лотаря, что обычно трактуется как свидетельство вассального положения Рорика по отношению к франкскому императору Около 853 года для политических целей имитировал принятие крещения с получением крестного имени Иосиф Учитывая исключительную формальность данного крещения, нужно полагать, что Рерик выбрал данное имя в отсылку к родовому эпитету боспорских князей Евсеп со значением «благочестивый» В 854 году, по сообщению бертинских анналов, Рерик с Готфредом приняли участие в распрях заглавенства в Ютландии Все лето 856 года Рерик собирал войска с Руси, пактеотов и покоренных народов, взял и пленных воинов как хазарского кагана, так и булгарского князя, которым было позволено выжить и воевать за Рюрика Осенью 856 года Аскольд забрал Арпада Альмашевича на воспитание в верности Рюрику и для гарантирования верности Альмоша Все это время Рюрик вел активную переписку с союзниками в Византии, Хазарии, Франкии и с лотарем непосредственно За 857 год анналы сообщают о его новом вторжении в Данию На этот раз, с одобрения лотаря, ему удалось занять земли за пограничной рекой Айдер, возможно, до самого фьорда Шлиё, на котором стоял отеческий Хидибю В 857 году новый конунг Дании Орик, Хорик-2, Горик-2, отдал Рорику часть своих земель между Северным морем и рекой Эйдер Очевидно, в такой способ он достиг компромисса с одним из претендентов на Данский престол В год 6360-852, индикто 15, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Руськая земля Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом Вот почему с этой поры начнем и числа положим точка В хронике Симеона Логафета говорится, что весть о нападении Руси застигла императора у Мавропотама, Черной реки Точно неизвестно местонахождение этой речки, было несколько рек с похожим названием Исследователи относят Мавропотам к Каппадокии, области в Малой Азии в 500 километров от Константинополя Согласно брюссельской хроники, Михаил, сын Феофилал правил со своей матерью Феодорой 4 года и 1, 10 лет, и с Василием 1 год и 4 месяца В его царствование 18 июня в 8 индикт, в лето 6368-860, на пятом году его правления пришли росы на двухстах кораблях Которые предстательством всеславнейшей Богородицы были повержены христианами, полностью побеждены и уничтожены точка В 896 году Панонию заняли венгры, мадьяры, с которыми слились остатки авар Нордальбенгию и захватывают Хаммебург, что упомянуто в кстантинских аналах 849 год, февраль, умирает Каган Киевский Дарьян Славный, Дир Древний Перед смертью он назначил своим преемником Рюрика, к которому наследный принц Аскольд и привез все регалии власти киевского Кагана в августе В 850 году Рорик при содействии своего двоюродного брата, возможно племянника, Готфреда Хоральцона собрал огромный форт в 350 дракаров для вторжения в Британию и отвоевалу Лотаря Дористад и Утрехт По совету приближенных Лотарь пошел с ним на мир с условием, что Рорик будет ограждать северные земли Лотаря от набегов датчан Во время правления Рорика в Дористаде и Утрехте там продолжала чеканиться монета с профилем Лотаря, что обычно трактуется как свидетельство вассального положения Рорика по отношению к франкскому императору Около 853 года, для политических целей имитировал принятие крещения с получением крестного имени Иосиф Учитывая исключительную формальность данного крещения, нужно полагать, что Рорик выбрал данное имя в отсылку к родовому эпитету боспорских князей Евсеп, со значением «благочестивый» В 854 году, по сообщению бертинских анналов, Рорик с Готфредом приняли участие в распрях заглавенства в Ютландии Все лето 856 года Рорик собирал войска с Руси, пактеотов и покоренных народов, взял и пленных воинов как хазарского кагана, так и булгарского князя, которым было позволено выжить и воевать за Рорика Осенью 856 года Аскольд забрал Арпада Альмашевича, на воспитание в верности Рорику и для гарантирования верности Альмоша Все это время Рорик вел активную переписку с союзниками в Византии, Хазарии, Франкии и с лотарем непосредственно За 857 год анналы сообщают о его новом вторжении в Данию На этот раз, с одобрения лотаря, ему удалось занять земли за пограничной рекой Айдер, возможно, до самого фьорда Шлиё, на котором стоял отеческий Хидибю В 857 году новый конунг Дании Орик, Хорик-2, Горик-2, отдал Рорику часть своих земель между Северным морем и рекой Айдер Очевидно, в такой способ он достиг компромисса с одним из претендентов на Данский престол В год 6360-852, индикто 15, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Руськая земля Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом Вот почему с этой поры начнем и числа положим точка В хронике Симеона Логофета говорится, что весть о нападении Руси застигла императора у Мавропотама, Черной реки Точно неизвестно местонахождение этой речки, было несколько рек с похожим названием Исследователи относят Мавропотам к Каппадокии, области в Малой Азии в 500 километров от Константинополя Согласно брюссельской хронике, Михаил, сын Феофилал правил со своей матерью Феодорой 4 года и 1, 10 лет, и с Василием 1 год и 4 месяца В его царствование 18 июня в 8 индикт, в лето 6368-860, на пятом году его правления пришли росы на двухстах кораблях Которые предстательством всеславнейшей Богородицы были повержены христианами, полностью побеждены и уничтожены, точка В 896 году Панонию заняли венгры, мадьяры, с которыми слились остатки авар Продолжение следует... Продолжение следует...